Привет, друзья! С вами канал Maros Live и сегодня очень важная новость, которая коснется абсолютно всех иностранцев с 1 января 2021 года. Она не менее важная, чем новости Чехии о коронавирусе и всем остальном. С 1 января 2021 года для всех иностранцев, которые въезжают в Чехию по определенным документам, новое обязательство. Это курс адаптации интеграции. Еще ранее в 2019 году было видео на нашем канале о изменениях по режиму Украина. И там же были такие моменты по поводу курсов интеграционных. Но это все как бы так проговорили, потом эти коронавирусы начались, они все как бы не реализовались. Но в итоге с 2021 года все-таки это реализуют. И вот сейчас вкратце я вам расскажу, что это такое. Ссылочку обязательно оставляю под видео в описании, так что можно переходить, ознакомливаться. Для кого это нужно, для кого это важно и что за это будет, если вдруг не пройдете эти курсы. Итак, ребят, адаптационные интеграционные курсы. Значит, новое обязательство с 1 января 2021 года. Это каждый иностранец, которому с 1 января 2021 года был выдан долгосрочный вид на жительство в Чешской Республике. Это ВНЖ-карты, либо заместанские карты, то есть рабочие. И каждый иностранец, которому после этой даты был выдан постоянный вид на жительство, то есть трывалый побыт. Безусловие предыдущего проживания на территории, то есть те люди, которые в Чехии еще не были, а получили документы за пределами Чехии, обязаны пройти адаптационный интеграционный курс. И в течение одного года со дня получения лицензии. То есть что это значит? То есть вы, грубо говоря, 1 января получили вид на жительство. Это не означает, что нужно приехать и сразу же там подать заявление на этот курс. Можно в течение года, до конца 2021 года, этот пройти курс. Дальше разбираем, что же это такое. Что такое курс адаптации интеграции? Это курс, в ходе которого иностранцы знакомятся с правами и обязанностями, вытекающими из их пребывания в Чешской Республике. С основными ценностями Чешской Республики, с местными условиями, культурными обычаями, преобладающими в Чешской Республике. Кроме того, участникам курса будет предоставлена информация об организациях и учреждениях, предоставляющих бесплатные консультации иностранцам. Короче, вводный курс, что такое Чехия, куда обращаться, если где-то что-то и как. То есть здесь касается, ребят, всех абсолютно иностранцев. То есть нет каких-то там исключений Украина, Россия, Беларусь. То есть всех абсолютно, и вьетнамцы, филиппинцы, таджики, Узбекистан, все-все-все-все-все. И все-все-все, кто приезжает конкретно в Чехию по долгосрочному виду на жительство. Дальше идет, кто должен завершить курс. Обязанность пройти адаптационный, интеграционный курс распространяется на каждого иностранца, которому был выдан долгосрочный вид на жительство. И здесь перечисляется уже долгосрочный вид на жительство на территории, долгосрочный вид на жительство на территории в связи с изменением цели его пребывания. Также там следующий пункт, и можете ознакомиться, кого это касается, кого не касается. На кого не распространяется данное обязательство, это иностранцы, которые уже прошли этот курс или получили разрешение на долгосрочное проживание, или постоянный вид на жительство в соответствии с законом. И там опять же идет перечисление. Хочу отметить, это такие виды на жительство с целью учебы, с целью защиты на территории, с целью инвестирования. На них не распространяется этот курс и это обязательство. То есть можете его не проходить. Опять же, когда все эти есть, ссылочку оставляю под видео в описании, так что обязательно смотрите, вся информация здесь будет доступна для вас. Когда необходимо завершить курс? Иностранец, к которому относятся обязательства пройти курс адаптации, интеграции, должен пройти этот курс не позднее, чем через год с даты получения вида на жительство или в течение одного года со дня вступления в силу решения о выдаче разрешения на постоянное проживание. Кто организовывает курс и где это происходит? Эти курсы всегда проводят в центре поддержки интеграции. Сайт опять же здесь будет. Всего их в Чешской Республике 18. И это полностью на осмотрение иностранцев, где они будут проходить этот курс. То есть в любых городах это все есть, список тоже там будет. Так что все это очень просто сделать. Идем дальше. Для кого и на каком языке будет курс? Курс будет вести профессионально обученный преподаватель чешского языка. Затем весь этот контент переводится квалифицированным переводчиком на английский, арабский, французский, монгольский, русский, сервисский, испанский, украинский или вьетнамский языки. Так что много иностранцев, много языков. Для кого это будет делаться? Как сделать запись на курс? Курсы адаптации, интеграции делятся на курсы, предназначенные для общественности. И курсы, не предназначенные для общественности. Любой иностранец должен, первое, это зарегистрироваться на портале. Ссылочку опять же оставляю под видео. Второе, заплатить, ребят, 1500 крон. То есть это не бесплатно. И получить подтверждение об оплате. Ну и третье, он регистрируется на конкретный курс и получает подтверждение по электронной почте. Дальше идем, сколько длится этот курс. Курс адаптации, интеграции длится всего-навсего. 4 часа. То есть за эти 4 часа вы должны будете заплатить 1500 крон. Ну и дальше, что вы получите, когда пройдете курс? Получите специальный сертификат об окончании курса. И самое главное, что будет, если вы его, допустим, не захотите проходить? Какие риски невыполнения? Значит, невыполнение обязательства пройти курс адаптации, интеграции в течение одного года с даты получения ВНЖ является правонарушением, за которое иностранец может быть оштрафован на сумму до 10 тысяч крон. Поэтому, ребят, такая вот новая тема, новая фишка, которая вводится обязательно для всех абсолютно иностранцев, которые едут сюда по ВНЖ и по рабочим картам, и по крывалому поводу. Трехмесячные визы сюда не относятся, краткосрочные какие-то визы сюда не относятся. Весь перечень есть на сайте, ссылку оставляю под видео в описании. Так что такая вот ситуация. Дальше, опять же, после Нового года будет запущен новый сайт, ссылка на который будет размещена на этом сайте, и вы можете уже заходить там, регистрироваться, как это будет уже в дальнейшем. Можете поделиться своим мнением, кто приехал и как это все проходило. Делитесь под этим видео, очень будет интересно многим, кто не знает, как это сделать, почитать, ознакомиться. Это очень будет важно. Ну и хотелось бы, конечно, услышать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Крутая это новость, конечно, или не очень крутая новость. Нужно это делать или не нужно, но тем более еще за это нужно платить деньги. Жду ваши комментарии под видео. У меня на этом все. Кто забыл еще подписаться на наш канал, подписываемся, ставим уведомления, подключаем колокольчики, пишем комментарии, делимся этим видео, чтобы все узнали об этом нововведении, которое будет касаться всех иностранцев. Не забудьте поддержать данное видео своими лайками. Так что увидимся в следующих выпусках. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok